С нами на связи Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Здравствуйте, Иван. Добрый день, Иван. Здравствуйте, судья. Спасибо, что позвали. Спасибо вам. Спасибо, что откликнулись. Итак, ЧВК Вагнер таки в Беларуси. Пока непонятно, какими силами и зачем. Вот была информация о том, что там было 250 инструкторов. Сейчас вроде бы новая информация, что третью колонну видели, которая приехала в Беларусь. Что вот они будут там делать в среднесрочной перспективе? И пока говорят о том, что вроде бы будут тренировать белорусскую армию. И вообще, понимает ли Лукашенко, что своими же руками подкладывает под себя бомбу замедленного действия? Как вы считаете? А мы с вами об этом проговаривали. Помните, мы говорили, какая цель? Я видел две цели. Первая – это инструкторская, потому что, еще раз подчеркну, белорусская армия, она просто нулячая, стерильная. Пускай обижаются на меня, но вы посмотрите на видео, как вагнеровцы тренируют, инструктируют белорусское ополчение или территориальную оборону. Они одеты все в раритет. Костюмы, и униформа, и экипировка. Но это все конец 90-х годов. Возможно, даже еще хуже. Начало 90-х. Это инструкторская деятельность. А второе – это какая-то такая сепаратерианская гвардия, которая должна защитить режим Лукашенко от белорусских патриотов, которые тогда еще 24 июня сделали несколько обращений, что мы идем, бойся, в Минске нас ждут. И я думаю, это было таким триггером для Лукашенко. И вот он подвязался на вот эту вот авантюру, что давайте я заберу. Я заберу. Вам не надо, я заберу. Для Путина это хлам было, а для кого-то бесценное сокровище. Действительно, что может буквально, вы правильно говорите, что это такая себе бомба, это свинья большая подложена. Потому что в один простой момент, когда, например, вагнерицы освоятся, у них будет доступ к какому-то оружию. Мы не говорим к танкам, что у них там будут десятки танков. Нет, достаточно стрелкового оружия и значительное количество боеприпасов. И тогда может прозвучать фраза там «Лукашенко, где мои снаряды?» И вот, и тогда, а что Лукашенко? Я, кстати, вот недавно общался с белорусскими деятелями. Я говорю, ну у вас же там армия, 40 тысяч человек. Они смеются. Да нет, какая 40? Если 27-30 тысяч есть со всеми, со всеми вспомогательными подразделениями, то это уже будет ого-го, как классно. И кто из них согласится защищать Лукашенко, воевать при этом с вагнеровцами? А по поводу Лукашенко я недаром спросил бы, что будет в среднесрочной перспективе. Давайте вспомним точно так же в июле, насколько я помню, месяце 20-го года, когда 32 вагнеровца появились на территории Беларуси. Какая паника была у Лукашенко и ФСБ белорусской говорили о том, что вот готовится переворот против нашего президента. Это было 32 человека. Сейчас их там по меньшей мере, но я так понимаю, уже, наверное, около тысячи есть. Да, да, получается, что идет счет на сотни. Я не думаю, что их там будет 5 тысяч человек, потому что в этом палаточном городке будут размещаться еще и белорусские военнослужащие территориальной обороны. Им же нужно где-то проживать. Я думаю, что счет пойдет, скорее всего, до тысячи, но сотни. Я не думаю, что их будет больше. Вопрос же финансирования. Кто будет оплачивать этот банкет? Кто такси будет вызывать, кто-то массовку. Это же денег стоит. Понятно, что Пригожин не будет со своих денег оплачивать. Тем более, что тех ресурсов, которые у него были в прошлом году, уже нет. Я напомню вашим зрителям. В прошлом году, вот с мая 22 по мая 23, Вагнер получил из госбюджета через Минобороны 1 миллиард зеленых американских долларов. Плюс еще там Конкорд компания заработала 940 миллионов долларов на подрядах питания школы, садики, военнослужащие. Сейчас не до конца непонятно. То ли убрали Конкорд из этой цепочки. Вроде как от тендеров отодвинули, но вроде как компания выиграла тендера. Вполне возможно, что поменялся менеджмент. И просто поток будет переадресован в другой карман. И Винни Пригожин на этом зарабатывать не будет. Пока вот на короткую перспективу выглядит так. Ну вот еще одна была версия о том, что Беларусь могут использовать как перевалочную базу, имея интересы в Африке, которая, похоже, что Лукашенко тоже имеет. И, возможно, они где-то договорятся о том, как деребанить какие-то африканские ресурсы, используя силу Пригожина, вот этих его террористических подразделений на континенте. Смотрите, тут нужно количество. Если там 200-300 человек, они роли не сыграют. Вопрос, опять же, финансирования. Кто будет давать денежки на все эти проекты? С Беларуси добираться до сирийского аэропорта Хмеймим, не близкий свет. Оттуда уже можно из Сирии добираться уже в Бамака, Банги, столицу Центрально-Африканской республики, Мали. И, ну, опять же, еще, кого будет представлять Вагна? Сам по себе. То есть, когда он был от России, все понимали, что через Пригожина можно решать какие-то вопросы. Там были истории, что, например, в Сирии, какой был бизнес у Пригожина? Ему давали сначала, платили какие-то деньги за услуги, а кроме того говорили, слушай, Женя, если ты отобьешь вон тот нефтепромысл, который находится, он сейчас не под нашей территорией, не под нашей юрисдикцией, то ты получишь 25%. Как тебе? Стимул? Стимул. И вот он работал. Тогда же понимали, что Вагнер финансируется, оснабжается российским правительством. А здесь, ну, пиворучно. Какое правительство, я вас прошу бы? Какие деньги? Нет у тех денег. Ну, посмотрим, как оно будет. Я думаю, что они, наверное, мечтают зарабатывать вместе на африканских ресурсах. Но насколько это будет выгодно тем же странам Африки, учитывая то, что за Пригожином Россия уже не стоит, как вы правильно сказали. Ну, и хотел бы обсудить с вами новость дня. Это Керченский мост снова устал, поврежден в двух местах, как хорошо сказал Михаил Подоляк о том, что не выдержал этот мост военной нагрузки. Вы как считаете? Да, не выдержал напряжения и вот самовольно демонтировался. Что мы знаем сейчас? Ну, достоверно мы знаем, и уже было заявлено, что украинская контрразведка приложила активно свою руку, уже в который раз, для того, чтобы уничтожить этот большой объект. Совместно с нашим ВМС, используя надводные беспилотные аппараты, которые смогли все-таки прорваться через многоэшелонированную оборону Российской Федерации и достигнуть моста. Российская Федерация говорит, что опоры не пострадали, но мост, мы видим с вами на кадрах, какое-то время будет еще непроездным. С октября месяца, когда была первая атака, его, конечно, разобновили, но сейчас была вторая атака. Понятно, что его тоже восстановят какое-то время, не знаю, месяц, полтора-два, он будет восстановлен. Железнодорожное сообщение, судя по всему, по нему продолжается, но сообщение о автотранспорте нарушено, как минимум нарушено, и это скажется на логистике как на гражданской, так и на военной. Скорее всего, военную продолжат возить ЖД транспортом, возможно, не в таких масштабах, чтобы не делать нагрузку на мост, но, тем не менее, результат хороший. Я уверен, что будет еще продолжение. Была информация о том, что вроде бы корабли сейчас российские прикрывают опоры, видимо, боятся, что снова может что-то прилететь или всплыть. Проще поставить корабль, да, корабль, чем мост. Пусть, наверное, и корабль, и мост, судя по всему, идут. Да, следует. Идут вслед за российским военным кораблем, который вот открыл, замечательное, как там, отрицательное всплытие, да. Давайте перейдем на сушу. Вот, похоже, вот за Бахмут россияне готовы воевать до последнего и кадрового, и мобилизованного спикера восточного направления Сергея Черевата. Он рассказал, что вот туда сейчас стягивают уже элитные подразделения, которые просто окапываются в городе. Что это значит в тактическом плане? Судя по тому, что наши подразделения понемногу обходят город севера и юга, они что, круговую оборону будут занимать? И вообще, насколько реально замкнуть оккупанта вот в этом мешке? Смотрите, действительно правильно говорите. Бахмут для россиян – это какое-то сакральное место. Вот не знаю, почему-то они выбрали себе. Возможно, потому что столько усилий положили, денег, людей, оружия, времени положили. Вот сакральное какое-то значение для них. Действительно, на восточном направлении, Авдеевка, Маринка, Бахмут, даже, скорее всего, в сторону Лимана. Российская Федерация перебрасывает свои самые боеспособные части вот с других направлений, десантно-штурмовые, даже с юга забирают частично, перебрасывают туда. Задача какая? Организовать там наступление. В принципе, где-то у них там получается отбить вот этот Лиман и всю эту часть, которую они потеряли в прошлом году. Но попытки у них локальные, можно говорить уверенно. Локальные небольшие участки. Вторая большая задача — создать видимость у нашего генштаба, что, как это было в прошлом году, в февраль месяц, когда россияне наступали, они везде. Они с север, юг, они с востока идут. Создать растерянность у нашего генштаба, панику и начинать перебрасывать наши резервы везде, чтобы погасить в аварийном режиме вот эти все очаги сопротивления для наступления. И таким образом все наши преимущества свести на ноль. Но что мы видим? Наш генштаб на это не ведется. Восток сдерживает. Бахмут простреливается. Окапываться им там не дают. По отдельным оценкам, там вот на востоке собралось порядка 100 тысяч российских военнослужащих, порядка 800 танков. Там где-то 1500 разных видов бронированной техники. То есть реально большая сила. В то же время на юге техники и людей максимально-минимально. Если так можно сыграть, да, максимально-минимально. Не все подразделения укомплектованы. Там расчет больше на какой? Там такие минные поля, там такие траншеи, там такие окопы, что и маленькими силами можно будет продержаться и сдержаться. Наши военные что выбрали? Да, сменили тактику, об этом уже говорили. Лучше медленнее продвигаться, но экономят живую силу наших военных, экономят технику. И я вам так скажу. Если все будет продолжаться так, как сейчас запланировал наш Генштаб, то ориентировочно в этом 10-14 дней мы верим, да, что можем получить очень хороший результат и даже удовлетворить наших западных партнеров, которые скажут, ну, very good, very good, да. Ну, понятно, что мы не для них делаем, мы для себя. То есть я думаю, что результат будет в ближайшее время очень хороший. Ну, верим, понятно, что в ССУ и в Генштаб и в главную команду еще во всех верим. Вы знаете, я разговаривал со специалистами в области оперативного искусства, тактики, стратегии. Они мне говорили, что россияне такую пытаются разыграть себе там курскую дугу, да, то есть вот так глубоко, эшелонированно обороняться на юге, затянуть туда наши подразделения, а потом ударом как бы с севера, да, вот ударить по нашим подразделениям буквально в тыл. Еще приводится, надо, конечно. Да, ну вот и говорится, что это все как бы такая стратегия достаточно устаревшая, и это все читается. Вы видите вот это все вот на картах? Ну, действительно, пока я вот вижу, что они хотят растянуть шпагат наших военных, да, вот на юге как бы мы наступаем, а там они вот на востоке, и мы должны по их задумке метаться влево-вправо, куда, а где же побежали, ресурсов, они понимают, у нас не хватает на все. И вот тут важно, знаете, кто кого переграет, может быть не очень хорошее сравнение, но это вот покер, да, кто блефует больше, да, кто там глазом не поведет, не поддастся на провокацию, тот и сорвет весь банк. Ну и видите, все-таки нашим перебрасывать войска и действовать легче, потому что, опять же, как говорили мне специалисты по оперативному искусству, у нас намного меньше плечо, да, то есть мы работаем по внутреннему радиусу, они работают по внешнему радиусу, и даже переброска этих подразделений, переброска техники, она занимает намного больше времени и отнимает намного больше ресурсов. Да, а теперь еще обратите внимание, это очень важно, обратите внимание, что люди, то есть мы перемещаемся по нашей же территории, да, есть, к сожалению, наводчики огня, есть корректировщики, но на той стороне на времена оккупировано больше наших людей, которые регулярно сообщают нашей контрразведке, нашей разведке о том, что там вот поехал конвой, да, там столько-то, столько-то, столько-то. Например, в Бердянске размещался запасной командный пункт 58-й армии, начальник штаба познакомился с Хаймарсом или с Штормшедо, не знаю, чем. То есть это все же люди на местах, которые видят ситуацию, отслеживают, возможно, не с первого раза, понимаете, не то, что, ой, мы тут увидели, кто-то приехал, возможно, было какое-то наблюдение за этим местом, долгое время убедиться, когда непосредственно этот командующий приедет. То есть, и вот это к чему веду, что все перемещения российских военнослужащих, какими бы они ни были зашифрованными, засекреченными ночью, то есть их видят, их видят и сообщают об этом наши разведки, и тогда уже военные имеют возможность смело и уверенно бить в конкретной точке. А поскольку эти перемещения все-таки ближе к линии фронта, то и Хаймарсы туда достают, вот, и это на самом деле очень хорошо. Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга, рассказала, что украинские освободители продвинулись на Запорожском направлении, продолжаются наступления на Мелитопольском и Бердянском направлении, где уже, как сегодня стало известно, продвинулись на километр. Но сейчас, подчеркнула, все силы также сконцентрированы на контрбатарейной борьбе и уничтожении потенциала врага. Вот и здесь за прошедшую неделю, как она отметила, есть хорошие результаты. Вот, наверное, сейчас это самая правильная тактика, учитывая все-таки превосходство противников той же артиллерии, важно как минимум сравнять счет. Да, смотрите, выносится артиллерия. Зачем это делается? Почему именно артиллерия? Потому что, когда наши военные подходят непосредственно к минным полям российским, танки, леопарды, кстати, челленджера еще не было. Челленджер был потом. И абрансов еще не было. Да, да, да. И F-16 тоже не было. Но это потом уже было. Это на потом совсем. То есть, когда они подходят, начинается разминирование, когда по узкой дорожке или тропинке пытаются проехать наши танки. И артиллерия их накрывает, к сожалению. И есть большие потери. Поэтому сейчас основной упор на то, чтобы вынести российскую артиллерию, вынести склады. Например, даже если пушка осталась, ей нечем стрелять, или там один-два снаряда, или вообще минимум какое-то. То есть, таким образом, создать люфт безопасности для наших военных. Это важно. Кроме того, сконцентрировались на уничтожении радиоэлектронной борьбы и систем противовоздушной обороны. То есть, чистят наше небо. Вот есть подразделение такое «Белые волки» в СБУ, которое занимается непосредственно, сконцентрировано на радиоэлектронной борьбе, российское уничтожение и средств противовоздушной обороны. То есть, расчищаем небо, расчищаем связь для наших военных. То есть, радиостанции работают корректно, без помех. Наши беспилотники могут находиться в воздухе. Ударные беспилотники, наблюдатели, корректирующие беспилотники, которые корректируют огонь артиллерии. То есть, это все очень сильно связано. Поэтому, пока фокусировка такая, я думаю, что в ближайшее время мы увидим результат вот этой действительно упорной работы. Иван, тут Путин прокомментировал для своих СМИ предоставление Украине со стороны США кассетных боеприпасов. И вот он угрожает Украине зеркальными действиями. Говорит, что вот до этого такие боеприпасы не применяли. Но ведь обманывает же, как всегда. Год назад, в июле 2022 года, были зафиксированы на то время уже сотни случаев применения оккупантами кассетных боеприпасов. Как минимум в 12 областях Украины, в том числе применении по мирному населению. Эти факты фиксировали и СМИ, фиксировала ООН. Такие факты были с 2014 года, конечно же. Самым вопиющим случаем использования России кассетных боеприпасов, называют это удар по вокзалу Краматорска в апреле 2022 года, когда погибли более 60 людей, а 121 человек был ранен. Вот каким он нам зеркалом ответит? Как вы думаете, зеркало, судя по всему, у них кривое, и в этом королевстве кривых зеркал аргументов уже, кроме ядерного оружия, то не осталось. Звери просто людьми прикидываются. Ну, опять отодвинут свои коричневые линии куда-то. Будут угрожать. Слушайте, мы видели декассетные боеприпасы раньше, вы правильно сказали, вот Краматорска был самый явный пример, самый яркий, большой. Почему такая вот обида у Путина? Потому что обидно. Ну, обидно, что когда у тебя есть такое вооружение, а у противника нет. Ну, скажите, ну, конечно, интересно, да, работать, да, у противника нет, а у нас есть преимущество. А теперь у нас появляется такое оружие, и очень не хочется на себе, на своей шкуре, на своей технике испробовать мощь вот этого западного вооружения. Тем более, что мы знаем с вами, процент отказа кассетных боеприпасов в Российской Федерации достигает отметки 40% от того, что летит вот в этом снаряде, да. Ну, представьте, 100 суббоеприпасов, из них 40 не срабатывает. В Америке американские производители добились уровня 2%. То есть, если сотня летит, да, сотня летит, то две штуки только могут не сработать. Поэтому очень большой результат, и я думаю, Российская Армия в ближайшее время послушает старые хиты на кассетах. Ну, вот реальная опасность, вот действительно, это мины. И пока вот союзники все-таки решали, какое оружие нам давать, какое не давать, враг, конечно, зря времени не терял. Плотно заминировал территорию на глубину от 5 до 16 километров, вот как указывается. Это просто сотни тысяч мин. Я предлагаю посмотреть видео работы танкового минного трала. Вот на видео видно будет, что буквально мины взрываются каждый метр. Вот дальше давайте без комментариев. Давайте посмотрим, что происходит, а потом обсудим. Причем известно, да, вот оккупанты прежде всего охотятся на технику, которые делают проходы в минных полях для нашего дальнейшего наступления, вот именно на вот эти тралы. И просто нужно отдать должное мужеству этих ребят, которые сидят за рычагами и смело рискуя жизнями буквально, да, едут на мины, и зная, что в это время их еще пытается вычислить артиллерия врага. Но другого пути-то нет. Да, все правильно говорите. В чем еще нюанс? Да, абсолютно верно. Российская Федерация минирует все вдоль и поперек, вот закидает нашу территорию. Это на года действительно много мин. Но в чем нюанс? Вот наши западные друзья говорят, мы не будем передавать кассирные боеприпасы. Это конвенция, да. Ну, мы знаем, что конвенция Украина не подписала, США не подписала. Опасение какое, да, что вы этими минами просто себе территорию загрязняете. Мой ответ такой. Слушайте, Российская Федерация уже настолько сильно загрязнила нашу территорию, что плюс чуть-чуть, минус чуть-чуть уже роль особо не сыграет. Кроме того, наше командование будет вести поштучный учет этих боеприпасов, где они применялись. Для того, чтобы потом при разминировании знать, что в этом районе и в этом районе применялись кассетные боеприпасы. И вот эта техника, сфокусируясь на ней, то есть разминирование будет гораздо быстрее, когда уже мир наступит, когда мы победим, то есть не просто люди вручную с миноискателем будут проходить, а вот такая вот техника, она же намного дешевле, ну как, концептуально намного дешевле, чем в жизни наших военных. Это бесценные люди, бесценные сотрудники. И гораздо масштабнее можно там в день, там, не знаю, хектарами эту территорию проверять. И там, где были российские миннополя, будут пускать эту технику. Есть специально созданная техника западная, там разными элементами действия. Но я уверен, что разминирование будет быстрее проходить уже после войны, конечно. Иван, буквально у нас остается минута времени. Хотел бы коротко с вами обсудить еще один вопрос. Вот Украина получила только 15% от нужного количества саперной техники для разминирования. Об этом говорилось. И вот это сейчас в буквальном смысле, наверное, стратегически важно не меньше, чем другие поставки. Как понимаю, это и колейные минные тралы, да, танковые, и удлиненные заряды разминирования, так называемые, «Змей Горынычей», да, в войсках называют, и специальные дроны саперные. Такая техника нам сейчас нужна для того, чтобы пройти эти полосы обеспечения, эти всеминные поля противника. Ну, еще называют «бангалурские торпеды», да, вот эти все вещи для разминирования. Смотрите, что делает наше командование? Они перешли к тактике ручного разминирования проходов. Когда техника приезжает, это очень на виду, видно ее, и хорошая цель медленно для российских противотанковых расчетов, для артиллерии. А когда вот люди индивидуально вручную разминируют, делают проходы, и это меньше на виду, и дает больше преимущества. То есть сейчас вот такая вот тактика, создать проходы, и потом уже в эти проходы, как бутылочное горлышко, запускать технику и разрушать линию обороны Российской Федерации. Все же, держим кулаки за наши вооруженные силы. Ждем, когда они все-таки проломают оборону, и фронт противника посыпется. А напомню, зрителям Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, был с нами на связи. Иван, спасибо. Всегда ждем вас. Спасибо. До свидания. До свидания.